Музыка Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал Джампкин Донатс. Как у вас дела, ребята? Сегодня у меня будет мейкап-туториал, который называется... Название я еще не продумала. Но макияж это глумурный, где я использовала золотистый пигмент. Я этот мейкап обычно ношу все фор на работу, так как у нас уже праздники начинаются. Это как бы must-have, можно сказать, который нужно носить на работу. Что-то яркое, что-то праздничное. И вот, я этот мейкап обычно каждый день ношу на работу. И я получаю очень много комплиментов от клиентов, которые к нам приходят и говорят, ой, у тебя офигенный мейкап, я тоже так хочу, что-то использовала. И вот, и тем более в Snapchat многие из вас мне говорили, Джампа, тебе очень идет, как это делаешь. И я решила поделиться с вами, как я это делаю. Тем более, скоро праздники, правильно? Нужны какие-то идеи вам. Вот, это один из моих идей будет к вам на праздник. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной, я вам сейчас покажу, как. Начну я, наверное, для начала с прей-праймером Smashbox, который успокаивает кожу и сужает поры. Теперь беру праймер YSL, который обычно убирает мою красоту на коже. Для тоналки я буду перемешивать две тоналки, которые Infallible Promat от L'Oreal и Make-A-For-Ever. Наношу его спанжем Real Technique, от которого я просто без ума, она очень мягкая на коже. А как наносят, вы просто можете сами видеть, как она красиво наносит. Чтобы скрыть мои мешки и черные круги под глазами, я наношу MAC Pro Longwear Contealer под глазами. И ближе к вискам, как бы осветляя в то же время, и наношу там, где нос. Сегодня я хочу проконтурировать лицо каранашом от NYX. Контурирую вначале нос. Я здесь стараюсь начертить прямую линию, чтобы был прямой красивый нос. Наношу потом под скулами и по линии волос вверх в полбу. Кисточкой номер 130 MAC я рассушевываю контур носа вначале. А на остальное я буду использовать спонж Real Technique. Чтобы закрепить все, что я нанесла, я беру пудру рассыпчатую от Laura Mercier и слегка наношу под глазами и вокруг. С палетки Hourglass Ambient я беру румяну Moor Exposure, который мой самый любимый цвет на свете. Наношу его от яблочка и назад. Для этого можно просто улыбнуться и увидите ваше яблочко. И рассушевываем назад. Для хайлайтера я беру Becca Moonstone Highlighter пудру и наношу его на самый верх наших щечек, почти под глазами, но ближе к вискам. Для бровей я первый раз буду использовать этот карандаш от It Cosmetics, называется Universal Taupe. Для начала я расчесываю брови вверх, потом подвожу прямую линию сверху, удлиняю самый конец и выпрямляю начало. Потом уже кисточкой растушевываю. Теперь беру контур-палетку от Anastasia Beverly Hills, чтобы сделать окончательные штрихи моего контуринга. Теперь приступаем к глазам. Для праймера я использую Benefit Stay Don't Stray, очень красивый, который можно использовать под глазами и на глаза. Отличный праймер, я обожаю. И сегодня я буду использовать палетку Selfmade от Anastasia Beverly Hills. Теперь мой самый любимый цвет Hot Chocolate. Буду наносить его на внешний угол глаз и хорошенько растушевываю по подвижному веку. Но больше всего старайтесь, чтобы пигмент оставался на внешнем углу. С палеточкой Make a Forever Art Shadow беру черный цвет и наношу такой же техникой, как Hot Chocolate на внешний угол. В основном пигмент остается на внешнем углу. И растушевываем по складку века. Этот карандаш Nars Via Veneto, который стал самым любимым карандашом на свете для меня, который идеально подходит именно под глазами, когда наносишь. Я наношу его в основном не на внешний угол глаз, только снизу не веду. Теперь возвращаясь обратно к палеточке Anastasia Beverly Hills Selfmade и буду использовать этот красивый цвет Pink Champagne. Я буду использовать пальцем, я нашла это самым удобным. И использую его на подвижный одежок. Просто шикарный цвет, мне очень-очень нравится. Теперь беру цвет Treasure, буду использовать его под глазами на внутренний угол. Перед тем, как использовать накладную резницу, я всегда наношу тушь вначале. Тушь у меня Dior It Lash, которая в последнее время самая любимая у меня. Беру жидкую подводку от Kat Von D Tattoo Liner. Теперь беру пигмент от MAC, называется, так и называется, Gold, золотой. Для нанесения таких рассыпчатых теней и пигментов я всегда использую спрей. Вначале брызгаю его на кисточку, потом беру пигмент и наношу на подвижное веко. Накладная резницу у меня от Sephora, которая называется Regal, и у меня клей от Duo. Чтобы дать немного цвета для моих губ, я использую мой любимый карандаш Lincoln Le Lipstick, который называется Bronzel. Контурирую с ним мои губы и дам немножко цвет. Это почти что мой цвет губ. И сверху наношу Teddy Velvet, Velvet Teddy от MAC, мой самый любимый натуральный цвет. В принципе, можно оставить так, это самый натуральный получится. Но я еще люблю играть с темными цветами, и я сейчас буду наносить помаду от MAC, которая называется Stone. Она темный такой сероватый цвет, тоже идеально подходит, я обожаю такой стиль. Стиль гранж, можно сказать, очень красивый цвет. Ну что ж, ребята, на этом все. Спасибо огромное, что посмотрели видео до конца. Если вам понравился такой мейкап-туториал, обязательно поставьте лайк, и, конечно же, напишите, как вы думаете. И если вы еще не подписаны на мой канал, подпишитесь, скоро будут новые видео. Еще больше, еще больше, еще интереснее. Ну, я вам так обещаю. А мы с вами увидимся на следующем видео. Люблю вас, пока-пока.